МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В экономическом и социально-демографическом блоках. Оценивались, к примеру, системы ЖКХ и меры по охране окружающей среды. Результаты исследования показали, что 6 районов области оказались в лидерах, 11 в зоне стабильности. Паловский, Сурский, Базарный-Сызганский и Старокулаткинский в зоне риска. Основная причина попадания указанных районов в зону риска – это более чем 50% показателей достойного уровня жизни населения по всем параметрам не достигаются. Это и демографические проблемы, и отсутствие инвестиционного климата, и низкие результаты по развитию экономики, то есть в целом по качеству жизни населения, проживающего на территории данных муниципальных образований, включая в том числе и проблемы даже продовольственного обеспечения. Единственным верным решением, как посчитали участники заседания, является процедура экономического оздоровления районов. В течение 30 дней муниципалитеты должны разработать комплексный план экономики и направить его на утверждение губернатору. По результатам исполнения проекта ему дадут оценку. После на ее основании специальная комиссия примет соответствующее решение. И если в течение года руководство муниципалитета не выйдет из зоны риска, то будут ставить вопрос о смене главы района. Условия санации входят в декларацию к устойчивому развитию экономической безопасности, которую Сергей Морозов утвердил на совещании. Здесь мы постарались собрать лучший опыт России, лучший опыт ряда европейских стран, в которых тоже имеется вот такой очень важный документ, где мы официально заявляем о своих устремлениях, о своих целях, о своих действиях, для того, чтобы действительно добиться устойчивого развития и экономической безопасности, и в целом регионы, и в целом отдельных муниципальных образований, которые требуются. Заседавшие подвели и первые итоги работы в сфере противодействия теневым игрокам экономики. Специалисты презентовали дорожную карту и, например, рассказали о принятых мерах в сфере образования и здравоохранения. Ринат Алиулова, Данил Сурков. Новости Ульяновской правды.